Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос задает аноним и пишет, что происходит так, что когда мужчина находится рядом в офисе, то человек становится плохо, начинаются слезы, истерики, приходится принимать успокоительные, чтобы хотя бы не плакать, уходит с работы полностью опустошённо. При этом, если мужчина в одном офисе, но они не видят друг друга, то он в принципе терпим, терпимо, но всё равно как бы плохо. А если его нет рядом, то на следующий день человек восстанавливается и, соответственно, чувствует себя хорошо. Вот. Аноним пишет, что у него есть обиды на мужчину. Вот. Не может простить его. Но почему такая реакция, они понимают, да? А если они видятся, то возникает чувство раздражения, отторжения. Вот. Хотя оба они стараются поддерживать доброжелательно. Но одно неверное слово, и всё, начинается истерика и выяснение отношений. Вот. Соответственно, анонимы спрашивают, почему так психика реагирует на этого человека, на мужчину. Вот. Ну, почему психика реагирует на мужчину, можете знать только вы. Вот. И, соответственно, чтобы это понять, нужно с вами поработать, нужно с вами поговорить, нужно с вами пообщаться, вот, и выяснить, да, что произошло и что происходит. Но уже сейчас можно сказать, в принципе, что такая реакция связана с обидой. То есть, вот обида, да, и, соответственно, боль. И то, как вы реагируете, это именно та самая, вот, боль, которая находится внутри вас. Вот. С одной стороны, невыраженная, да, невысказанная, непроговоренная, а значит, не полностью осознанная. А с другой стороны, что такое обида, да, это ожидания, которые представляют из себя потребности человека, желания человека, желания человека, но переложенные, перекладываемые на другого. То есть, соответственно, за свои желания, с вами перекладываются на мужчин. И, соответственно, неготовность отказаться от ожиданий, несмотря на то, что они неоправданные, приводит к непринятию человека. Непринятие того, что человек не такой, каким вы хотите его видеть. Да? То есть, непринятие того, что человек другой, что человек не соответствует вашим ожиданиям. Вот. Вот, собственно, на этих вещах в данном случае и базируется ваша реакция. Но, о чем конкретно идет речь, сказать нельзя, потому что мы не знаем, как бы, всей истории, да. Ну, вот, например, а я, когда читал ваш текст, да, когда я читал ваши сообщения, я, например, задался таким вопросом, как вообще можно обижаться и не прощать того, с кем вы работаете, да? То есть, ну, это просто коллега, ну, вот, человек, у которого есть свои интересы. Вот. Его интересы, в принципе, могут как-то конфликтовать и противоречить вашим интересам, что совершенно нормально, что совершенно адекватно. Вот. Потому что, ну, так, так действительно бывает, когда люди работают, занимаются коммерческой деятельностью, занимаются, ну, чем-то, что приносит доход, занимаются собственной реализацией, да, то есть, ну, реализуются то, естественно, как бы, интересы могут конфликтовать, и это абсолютно нормально. Поэтому в данном случае вы находитесь в детском состоянии, обида – это детское чувство, и можно сказать, что вы регрессируете до, вот, детского состояния. Почему вы регрессируете до детского состояния, да, потому что, вероятно, эта ситуация очень-то похожа на довольно яркий эпизод из вашего детства. Например, вы взаимодействовали с отцом, или с кем-то из родственников, да, мышком упал. Вот, соответственно, вы конфликт тогда получается, не прожили, и конфликт сейчас вызывает у вас такие бурные чувства. наверное, даже несколько чрезмерных, да, потому что, ну, потому что, скажем так, ждать от человека, что он будет соответствовать ожиданию, ну, как минимум, наиву. А, с другой, с другой стороны, с другой стороны, может быть, такой аспект, что вас какие-то действия мужчины задели, да, то есть, изменили ваше восприятие себя, скажем так, вот, и вам от этого больно, и вы хотите, чтобы, как он изменил ваше восприятие себя, так и, чтобы он свернул вам то восприятие себя, которое у вас было. Правда в том, что здесь вы демонстрируете свою зависимость от другого человека, и правда в том, что вы здесь демонстрируете свою неуверенность в себе, вот, свою уязвимость, и дело здесь не только, и не столько в том, что вы уязвимы, каждый человек может быть уязвимым, а дело здесь именно в том, что вы обращаетесь со своей уязвимостью довольно-таки деструктивно, вот, то есть, вы ее не принимаете, вы ее избегаете, вы не видите, не видите для себе себя какой-то возможности, ну, вырасти, вот, и, соответственно, единственный способ, который вы знаете, это вот, плакать, истерить, и так далее, да, ситуация может быть для вас в принципе и травмирующей, ну, вот, которая произошла с мужчиной, вы об этой ситуации конкретно ничего не говорите, но она может вас травмировать, она может на самом деле причинять вам боль, или быть серьезным разрывом в том, как вы видите реальность, как вы ее представляете, что вы о ней думаете, и, конечно, конечно, это тоже нужно прошить вам и подкорректировать, вот, а для этого нужна помощь, вот, поэтому вам предстоит определенная работа с психологом, для того, чтобы во всем разобраться, и в том, какую проблему вы решаете, и в том, какого мужчину вы выбираете, и в том, какой ваш личностный в данном случае конфликт. Пожалуй, так. На этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, желаю вам всего самого доброго, и удачи, обращайтесь за помощью.